К новостям культуры. В столице открылся Чебоксарский театральный форум. На базе театра юного зрителя каждый день идут разные спектакли. А в перерывах между ними творческие лаборатории и мастер-классы. О самом интересном в ближайшее время смотрите далее. Халиф Алладин. Этим музыкальным спектаклем открылся Чебоксарский театральный фестиваль. Привезли его артисты тульского тюз. Привезли три спектакля. Это две сказки. Халиф Алладин и царевна Несмеяна. И достаточно оригинальный спектакль по произведению Ивана Сергеевича Тургенева «Бежий лук». Мы надеемся, что будет интересно. В столицу Чувашии приехали 10 театров. За полторы недели зрители сумеют познакомиться с постановками казахского, башкирского, мордовского, московского, марийского и, конечно, нашего театров. Такой фестиваль проводят впервые. Цель и задача, знаете, конечно, очень интересны. Это, во-первых, обмен опытом. Во-вторых, это привлечение молодежи в театральное искусство. Третье, это еще и мастер-классы. Важный фактор. Гости приехали, по сути, в новый театр. Мы все-таки воспитываем зрителей с детства. В этом году наш театр получил, один из первых получил федеральную поддержку в рамках национального проекта «Культура». И мне очень приятно, что сегодняшний форум открыт, открытие сегодняшнего форума происходит в обновленном, современном театре. В программе форума не только спектакли, но и многочисленные мастер-классы. Что главное в театре? Какие он имеет формы? И как движется во времени? Об этом начинающим актерам рассказал заслуженный артист России Игорь Яцко. Я думаю, что юные театралы от неюных не отличаются ничем. Все, что нужно взрослым артистам, опытным артистам, все это нужно юным театралам. Скорее, юные театралы имеют одно качество, которое актер должен сохранить себе на всю жизнь. Это сохранить себе ребенка. И все время заново открывать мир. Серию мастер-классов продолжат коллеги по театральному цеху. Иван Данечев расскажет, какую роль в спектакле играет свет. А Марина Перелешина поделится секретами сценической речи. В рамках форума работает лаборатория детской национальной драматургии. А это значит, что в скором времени обязательно появятся новые пьесы для детей. Экспериментальные по настроению и воплощению. Нет!